Это история о собаке, всеобщей любимице одного смоленского двора. Когда мы приехали за Люськой, попросили объяснить, в чем суть проблемы, в чем нужна наша помощь, что в принципе происходит с Люськой. И сейчас жители дома подробнее расскажут нам, но вам также покажем. А далее отправляемся уже сразу к врачу. Года полтора назад, плюс-минус, я точно не скажу, она жила вот здесь на медсеклоке. Был хозяин якобы, охраняла она там, все вроде ничего. Как продали, собаку забросили, собака живет, в принципе, в подъезде навсегда. Ее кормят, конечно, и кашки варим, и все на свете. И кормаем ей, и кормаем ей, и все. Так что ей живется хорошо? Ей живется хорошо, да. Потом она забеременела, это вот, говорю, года полтора назад было. Она забеременела, получилось, вообще слегла, ей стало очень плохо. Позвонили, я дозвонилась до хозяина, он приехал в итоге, посмотрел, говорит, ну заберем на лечение. Отвезли ее куда-то, вроде бы на Красноплодскую отвезли, не скажут точно куда, отвезли, прооперировали. Были у нее два швы большие, там она отлеживалась, сказали, что вырезали все, и матку поудаляли все, были щенки, мертвые живые внутри. На самом деле, переноска уже собрана, мы готовы забрать Люську и отправиться к врачу, поэтому кратко ведем во скорость дела. Как было сказано ранее, полтора года назад Люська была стерилизована, сейчас у нее началось кровотечение, и в течение двух недель жильцы дома просто не могут поймать Люську физически, чтобы отвезти к врачу. Лечили вначале своими силами, давали антибиотики, но это не помогает, нужно немного обследовать Люсю, вдруг это что-то злокачественное, поэтому мы ее забираем и отправляемся с вами к врачу. Ну а что будет дальше, увидите сами в ролике. Люську мы привезли в ветклинику, ну а дальше попросили ее саму зайти в кабинет УЗИ, потому что Люську отлично кормят во дворе, настолько, что один из верновцев в процессе погрузки сорвал себе спину. Теперь мы просим Люсеньку передвигаться самостоятельно, но это еще та упертая собака. Скажем вам. Эй, умничка, Люсечка. Пойдем, Люсенька. Люсечка. Аккуратней. Меряем температуру. Тридцать семь и пять, уже низкая. Не горячая. Потропы какие. Горячие. Можете. На видео кажется все очень легко и просто, но на самом деле мы несколько часов искали причину Люськиных кровотечений. Делали УЗИ, смотрели через влагалищное зеркало, как оно правильно называется, прощупывали, смотрели, осматривали, несколько врачей смотрели Люську. В итоге причина обнаружена и установлена точно. Во время стерилизации полтора года назад Люськи либо не очень качественно провели операцию, либо в тот момент не заметили нарастающую опухоль. На шейке матки у Люськи образовалась шишка и сейчас она начала расти, из-за чего кровоточит. Опухоль снижает иммунитет, мешает сходить Люське нормально в туалет, соответственно мешает жить. Это на бокосвечке. Ну вот, да, что вы. Да. Тоже сделали. Йодом какие-нибудь. Ну, человеческие, можно для женщин. Это у нас, кстати, бед. Ну, они, кстати, не сработают, надо в каком-то беде, но... И были какие-то свечи, но... Противовоспалительные, именно вагинальные. Обследование у врача показало, что Люськину проблему можно решить. Без хирургического вмешательства, то есть безоперационно. И это даже к лучшему. На месте ей смогут жильцы дома поставить свечи, дать антибиотики. А учитывая, что это Люськино место жительства, на протяжении многих лет, и она настолько не хочет оттуда уходить, что даже ее забирали домой, а она возвращалась на свое прежнее место обитания во дворе, нахождение в бесплатной санчасти просто угнетало бы ее. Поэтому везем Люську обратно и рассказываем, как лечить. В общем, мы Люсью привезли обратно, потому что ту помощь, которую ей нужно оказать, можно будет оказать и на месте. Нас отблагодарили люди, которые кормят собачку. Дали нам священные пасочки, дали нам яичко. Кстати, всех с наступающим праздником. Вот по поводу, да, мы пост выложили, пишут, как же так, любимая собака должна жить дома. Но вот эта собака 15 лет живет здесь. Видите, у нее належное местечко. Это ее местечко. Охраняет тут детей, с детьми играется. В общем, живет в подъезде, она ее в подъезд запускает, у нее свое место там. Никто ее здесь не обижает. Она стерилизованная. Посмотрите, она пухленькая. Довольная. Единственное, у нее, да, по-женски есть проблемы, но ей можно местно поставить свечки, скажем вам тайно. Дать немножко антибиотиков, и она придет в себя. Просто забирать ее в бесплатную санчасть, закрывать на стрессе, собаку держать, когда можно сделать, и люди готовы все это сделать местно. Тем более, она им доверяет, да, спокойно свечки ставить. Мы считаем, не нужно. В общем, собака, Люська, остается в своем дворе. А знаете, почему нас вызвали? Потому что ее не могли доставить к врачу. Правильно я говорю? Да, Люська панически боится ошейников. И машин. Как только видит ошейник, сразу убегает, да? И машин. А мы, получается, отвезли ее, обследовали, все нам рассказали. И заметьте, мир, дружба, жвачка, да, кот? Все нормально у Люсьеньки с котом. Вот. И Люсьенька отвезлась с нами к ветеринару. Врач поставил диагноз, все. Мы Люсьеньку вернули, будем на связи с людьми. Ну, на всякий случай, если кто-то хочет Люську взять домой, то рекламируем. Но я думаю, Люське здесь замечательно живется. Она не любит ошейники, но не любит она квартиру. Ей вот нравится. Да, свободолюбивая собака. Это ее двор, ее место. Ее люди. Все, вот все переживали, уже плакали, пока мы два часа нас не было. Мы ездили к врачу. Все, такая история у Люськи. Будем на связи. Спасибо вам большое. Спасибо за пасточку. Как она отпечатана мне тут сюда? Спасибо большое. Все, помашемся, да? Скажем, с миру по нитке. Спасибо большое. Первая в России. Бесплатная ветерина часть. Давайте вместе. С миру по нитке. С миру по нитке. Это сложно репетировать, да? Три, четыре. Первая в России. Бесплатная ветерина часть. Первая в России. Бесплатная ветерина часть. Спасибо. Чем смогли, тем помогли. Пусть Люсьенька лечится. Будьте на связи, рассказывайте. Все. Пока-пока. Такая вот на сегодня история. На самом деле хочется сказать огромное спасибо этим людям, которые дали Люське свой дом. Пусть и не в квартире. Пусть и не в частном доме. Но у нее точно есть свой дом. И она это знает. Берегите себя, своих близких и животных. Ведь никто, кроме нас с вами, им не поможет. Ну а мы отправляемся спасать дальше, потому что мы команда спасения, верновцы. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok